Может ли возраст городской газеты влиять на успеваемость учеников местных школ? Опыт редакции Харцизского еженедельника «Родина» показывает, что это возможно. В минувшую пятницу в Центральной городской библиотеке состоялось подведение итогов открытого ежегодного конкурса «Горячая пятерка». 81 год Родине, 81 пятерка. Именно столько отличных отметок по условиям конкурса нужно было заработать харцизским школьникам за максимально короткий срок. Мы создали три номинации. Это 1-4, 5-9, 10-11, лицей, гимназии, техникум. И вот победитель в каждой номинации всегда только один. И кто первый принесет дневник с оценками, тот и победитель. В целом, конечно, мы еще и проверяли по журналам. То есть оценки в дневнике должны были соответствовать оценкам в журнале. Несмотря на то, что каждый год победная планка конкурса поднимается на одну отметку, интерес к акции «Горячая пятерка» у харцизских школьников ничуть не уменьшается. Скорость набора в этом году 81 пятерки просто неимоверная. То есть первый победитель пришел практически в конце сентября. Дневник был красный от пятерок. Там места просто не было свободного. По итогам конкурса «Горячая пятерка» победителем в номинации «Начальная школа», причем на этот раз уже двукратным, стал четвероклассник ОША номер 25 Евгений Арзуманян. Среди учеников пятых-девятых классов лучший результат тоже во второй раз, но с перерывом в один год показал Илья Дьяченко из четвертой школы. Я узнала о конкурсе в газете и, ну, решил поучаствовать. Знали учителя, поэтому мне несложно было. Ну, главное, чтобы расположение учителей было. А вот самой отличной отличницей из старшеклассников признана Антонина Кобелева из пятой школы. Участвую в этом конкурсе еще со второго класса. Все время там в шаге, буквально не хватало пару пятерок. Вот, в этом году уже как бы получилось. Нужно сказать, что за семь лет проведения акции конкурс обзавелся солидными спонсорами. В этом году за 81 пятерку в дневнике ребята получили и съедобные подарки, и наборы канцелярских принадлежностей, и подарочные сертификаты на посещение кафе, и, разумеется, денежный приз – 2000 рублей от редакции газеты «Родина».